то есть мы можем брать вещи если нас никто не видит весь тоже могут ругаться что мы берем чужое с кем тут обладать можно спи деточка спи от сна здоровее будешь она в горячке ничего вокруг себя уже не видит плохо ей суды очень плохо мы можем как-то помочь он дала наверно помочь вылечить я ведьмак в объявлении увидали про колодец наш нет про колодец первое слышу что беда у вас с ним как есть беда призраки там завелись уже лет 20 как 20 лет что ж только сейчас похватились потому как раньше мы черпали воду из реки а после битвы столько в ней трупов плавает что она отравленная стала дочь моя люба выпила пол кувшина и совсем разболелась лоб горит еды удержать не может со дня на день все хуже травница говорит что человек в лихорадке много пить должен и не пиво или брашки а воды как раз непременно чистый откуда же ее взять ежели нет колодца духа сначала прогнать нужно а он и подойти никому не позволит ну в общем действительно это важно и мы поможем тебе а как этот призрак выглядит опиши мне этого духа ну страшенны он жуть как он выглядел то похож вроде на девку но такую что только из гробу встала платье на ней грязное все изодрано кожа прямо кусками сходит а воет будто страдает очень значит какой-то призрак или альп да как не назовите мастер ведьмак если вы им не займетесь сохраню я доченьку мою ладно мы поможем кстати мы вообще без денег надо хоть что-то спросить хотя бы еды на халяву и сёшь на то пошла мне жаль тебя но работа есть работа надо обсудить плату а что не так с платы что потребовать более высокое вознаграждение выберите сумму с помощью нажмите для подтверждения если все не примет ваше предложение вы договорились если вы потребует слишком много ваш собеседник будет недовольны торгуйтесь до упора иначе он прервёт переговоры давайте я не знаю сколько он запросил давайте вот так попробуем вот и договорились хорошо я тебе помогу хорошо помогу тебе так где этот колодец в кучах это хутор такой был к югу отсюда на приговор нам заплатила не заходит потому как дух понимаете прогоните его очень прошу мы должны были дойти до доски объявлений но я поиск доски объявлений зашла из в изучаю местность и пришла к человеку которая как раз таки искал помощи там была указана скорее всего плата за выполнение этого задания поторговались не стала я давить в первый раз наверное зависит от нашего дара убеждений может быть может следующий раз либо от того может человек заплатить больше или нет что с этого крестовая крестьянина возьмешь я сначала подумала что это есть полудовица есть полуночница может быть второе вот кто этот дух спросите так что с алхимией там а есть масло против трупоедов изготовить отлично так у нас еще один эликсир а белый от можем сделать это у нас глюциноген да а снижает интоксикацию дуна для отменять 10 других эликсиров снижает интоксикацию это полезная штука ласточка для ласточки нужно ласточки на трава краснолюцкий спирт здесь не так у топсов убивать как во второй части не орешки семечки щелкать тут после того как я умираю деньги теряю досадно обидно найти духа обитающего у колодца блин чай хочу 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 чая мне все равно хотела полтора часика поиграть небольшая пару заданий надо выполнить так что там у нас в инвентаре то вашем рюкзаке есть масло для меча смажьте и маслом нужно смазывать перед самим боем самой схваткой но что действие его может закончиться не тогда когда нам нужно энергию пою устанавливает а Ива, кстати, тоже восстанавливает здоровую. Отлично. Надеюсь, ты не будешь сразу все 13 ямок съедать. Я же не просто так их 13 штук купила. Какое мистическое число. 13. Мы с вами ищем духа. Обитающего у колосса, скорее всего. Это не все так просто, как нам кажется. Дойти и убить духа. Наверняка в каждом квесте есть свои сложности. Может, там будет продолжение истории. Хорошо, что ты будешь. Хоть кровь с полицейским. Я думаю, ты в кустах спрятался. Какие здесь такие звезли? В страшный лес идем, когда надвигается гроза. Больше другого времени мы выбрать не могли. Только в такую погоду. Заяц. Мечится. Как красиво. Ух ты. Вот это мистика. В полнолуне и охотимся на духа обитающего в колодце. Покинутая деревня. Вот и несчастный колодец. Странно. От духа ни следа. Вечером? Он появляется в определенное время. Наверное. Найти духа обитающего в колосса. Найти доказательства. Трава вокруг колодца выжжена. Тело высушено. Следы ожогов. Судя по всему, это полуденица. Значит, я немножко прогадала. Полуденица, я думаю, что полуночница. Те, которые ночью здесь появляются. Оказывается, те, которые днем. Женщина какая-то несчастная. Из-за нелюбимого, либо ее предали. Там замешана любовь. Поэтому они становятся такими. Помните? Во второй части. Кстати, эликсир какой-то нашли. Уже готовый. Нет, это мусор. Можно продать. Как мне туда попасть? Через окно, что ли? Так, мы можем еще какие-нибудь эликсиры сделать. Эликсир. Эликсиры. Что? Что? Какая-то? Духи и призраки. На долю обитателей Белого Сада выпало куда больше страданий, чем они могли бы нести. В ближайшем колодце завелась Полудница. И вовсе не странно было, что это создание, как бы венчавшее все беды Белого Сада, местные прозвали Лихом. Ведьмак чувствовал, что нечто связывает Полудницу с местом ее обитания. А значит, чтобы отправить ее душу в мир, иной Герри должен был сперва разгадать ее секрет. Когда же это было сделано, началась подготовка к битве Полудница. Существо весьма опасное. Оно может сбить противника с толку, ослепив его или создав собственное зеркальное отражение, которое будет понемногу вытягивать жизненную энергию из жертвы. Тогда как Создательница остается нетронутой, в бою с ней Ведьмак не мог рассчитывать на один только меч, чтобы заманить ее в ловушку и заставить принять материальную форму, был нужен знак Иртен. Это подсказка. Создательница Что-то привязывает Полудницу к этому месту. Какой-то предмет, без которого она не может уйти в иной мир. Какой же это предмет? Кольцо? Свадебная фата? Да. Просто что еще? Это может быть... Несчастные невесты, потому что их изобразили в порванной фате, да? То есть... Может быть, перед свадьбой они как раз-таки... Перепоплощаются. Похоже, Полудница не отходит от колодца. Перепоплощаются в таких ужасных монстров. Похоже, Полудница не отходит от колодца. Похоже на то, значит, заманить ее можно с помощью этого колодца. Похоже, Полудница не отходит от колодца. Похоже на то, значит, она здесь жила, тут ее жилой дом. Похоже на то, значит, она... Скорее всего... Она погибла при печальных... Обстоятельствах, когда она была очень несчастна, или когда она была очень счастлива. Мужчину садили нож, он умер на месте, а потом тело обглодали звери. Здесь какие-то кровавые пятна, но это не его кровь. Так, выяснить, что привязывает Полудницу найти духа обитающего в колодце. Полудница. Сейчас дневник надо читать. Может пригодится. Уход для магического ритуала. От него негде читать. Наконец-то Волькер подал жалобу на владетеля в суд в Изиме. Перечислил в ней все обиды, какие мы от него претерпели. Как побил он Иоанна за то, что тот перед ним шапки вовремя не снял, как пьяный все поля вытоптал от ступенка. Но воплотить не думал, как ворвался на свадьбу Петера и право первой ночи домогался. И случилось то, о чем мы просили в молитвах наших. Мелители признан, судья, наши жалобы и все задолженности Ленны, что есть у нас перед владетелем, отменил. Может, наконец, основать собственное поселение, жить как вольные люди в первый день на своем месте. Кущий хутор скромный, а для меня он лучше, нежели самые сказочные дворцы. Волькера курил дом дымом орешника, чтобы злых дух догнать. И закопал у входа кузнецу, чтобы вору через порог не переступить. А потом подарил мне браслет. Красивее всех, что я в жизни видела. Так, тут любовь замешана настоящая. Настоящая человек готов был жить в любых условиях. Животок был рядом. Матушка сказала, что глупо. Это только на побрякушки тратить. Здесь у нас на лемехи и мотыги нет. И что надо, браслет этого, этот купцу вернуть только через мой долг. Говорят, что владетель к нам собирается. Вот и хочет договор заключить. Склонить нас, чтобы мы в деревню вернулись. Говорят, после того, как умер у него сын, сам он успокоился и больше не бесится, с чего попало. Но мы это еще посмотрим. Так или иначе, я отсюда уходить не собираюсь. Это браслет, этот особенный предмет для нее. Браслет. Может, он связывает души девушки с этим местом? Ну, конечно. Конечно, конечно. Кому она там отомстить-то хотела? Следы окрывавленных ладоней. Руки маленькие. Женские, наверное. Она была ранена, дралась за жизнь. Тело не видно. Но, может, я найду какие-нибудь следы? Иногда кровь видна даже через десятилетия. Еще один след у колодца. Еще один след. Сейчас, подожди, так надо все смотреть. Продолжаем с вами задание с полуденец. Че-то как-то громковато. Ну, так нормально. Так, какое у нас задание-то найти духа, убитающего в колодце? Похоже, да. Похоже, полуденеца не отходит от колодца. Здесь след руки есть. Отпечаток. Так, отдельно его осмотреть нельзя. Так, значит, давай посмотрим, что здесь. Суды крови почти исчезли. Но ниткой крови по-прежнему видно что-то не так. Она... Труп повешен на веревке от ведра. Похоже, это хозяйка дневника. Здесь она повешена и мертва. Почему следы крови видны от нее? Что за чертовщина здесь творится? Сейчас маленькие челюсти женщины. Суды по зубам лет тридцати без левой руки. Надо сжечь останки, а перед этим понять, что связывает ее с этим местом. Может, у меня на руке был муждин браслет, и кость потому и отвалилась? Скорее всего... Надеюсь, не переломаю ноги. Ну, надеюсь, не надеюсь. Ты не можешь спуститься по веревке. Деловой, надеюсь он. А мы... Все избушки осмотрели. Я тогда играла уже... На ночь глядя, и... Подуставшая была. Поэтому сейчас продолжаем. Поэтому-то я сама себя переспрашиваю. А все ли я здесь... Осмотрела. А почему это на место встало? Если я здесь все осматривала. Почему? То есть я это же все разрушала, а это на место. Опять вернулось. Непорядок. Непорядок. Подождите. Мне кажется, игра немножечко подключивает. Ну, потому что с браузером вообще не рекомендуется запускать игры. А без профиля Go Galaxy я не могу запустить. То есть автоматически клиент открывается. Поэтому, мне кажется, тоже чуть-чуть влияет на это. Прыгать, говоришь, надо. А что там у тебя с лечилками? С едой. С едой. Полуденец у нас призрак. Кстати, он мы можем самым сделать. Масло против призрака сейчас нам пригодится. Полуденец ведь это призрак, правильно? И давайте установим. Это у нас белый мед. Снижает интоксикацию. Это у нас восстановление энергии, да? Давайте туда поставим. А против призраков я же делала. У меня должно быть две штуки. А, масло от призраков. Ну, сейчас мы спрыгнем в этот... Или у нас там времени не будет? Будет заставка какая-нибудь. Что-то здесь прямо все экономить надо. Здесь жалко. Бомбочки. Масло нужно нанести на ведьмачий меч. На серебряный. Да. Мне кажется, я уже делала. Должно быть две. Две штуки. Ну, ты можешь спускаться? Зажмите левый шип, чтобы плыть быстрее. Так, нет. На всякий случай я вот как сделаю. Была игра сохранена, да? Тогда все нормально. Все, перед этим сохранится. Ведьмачий меч, да? И на сколько нам хватит? По времени. Нашли браслет. Как сплыть? Следите за оставшимся воздухом. Иначе захлебнетесь. Ладно, мы спрыгнули. Забрали важную вещичку. Давай выйдем тогда на сушу. Тут можно пройти это? Да можно. Лов удачный. Браслет с гравировкой. Клария от Волькера. Любой. Морковь, значит, замешана. Отличная работа. Но придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу. Иначе полуденницу не изгнать. Он был ей очень дорог. Мы с вами читали записку, письмо. Некоторые безделушки кажутся неценными для других, а для человека... Этот человек не продастся за миллионы. Не все, конечно, есть такие... Душевные. Но все-таки... Как ты собираешься выбираться по вот этим корням? Задание выполнено. Так, ладно. Чуть мне как-то боязно за Геральта. Это мне хочу сохраниться. Вручную. Поэтому мы с вами приплыли. Кстати, здесь вообще есть, что собрать под водой? У нас пузырьки? Или что это такое блестит? Вынырнуть, вынырнуть. Вынырнуть. Так, там был еще проход? Зачем мы сюда с вами вернулись? Такое ощущение, как будто бы... Сейчас скажу, какое ощущение. А, да-да-да. Как будто свет просачивается с той стороны. Все правильно. Вот там, где нужно? Наверное, да. Зачем я намазала меч? Намазала меч? Волази. Знаете, от призраков. Так и знала, что нужно это сделать потом. Да, вылази. Что-то мне этот звук вообще не нравится. Вылази быстрее, а то без ног останемся. Ах, как я напугалась. Из грибов тоже нужно что-то сделать. Да, Витя? Ну, так мы уже читали. Алхимия. Так, о бомбочке у нас. На какой? На джи? На какую-то явную бомбочку покидать. Посмотреть. Это все заблокировано. насчет бомб нам говорили вначале по-моему да что говорили я думаю что это была она или это был рык медведя но ведь могут дать время чтобы избежать страшных рыков может быть и нет а это волки как-то собираешься выбираться то есть я вернулся обратно блок там забраться в принципе они в сторону попала вот этот проход нам надо эй стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой вот теперь мы сможем с тобой выплыть так выбрались с вами наружу идем к месту задания она нас там будет поджидать придется и убить наверно готовится сделать масло призраков выпить эликсеров я сделала я вообще-то сделала масло еще действует здесь процентов от призраков что-то не тут не болтай так сача укрепленная кожа компонент используется для создания различных предметов а по-моему это ведь можно было и вот тогда если есть ячейка вот во второй части мы так делали на чтобы укрепить броню ничего ценного нету что на что такое ножки эти вещи можно собрать еще и половину хлама надо бы продать нам о короткий стальной меч нашли какой-то и сундук сушенную рыбу тоже дома можно есть так это у нас короткий стальной меч 2531 урон а его надо наточить что ли необходимый уровень 1 нет у нас лучше мы его продадим трофеи от трофея нас для лошади да 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 я видел у трактирщицы шовары можно купить и хотел купить помимо того что меня денег мало мне еще два раза убили а тут мы еще теряем деньги после того как умираем у у у у у у у